Рыбаки в опасности. Лед на водоемах Миярского городского округа до сих пор тонкий, а любители зимней рыбалки в наших местах пруд пруди. А это значит, что у работников Государственной инспекции по маломерным судам забот сейчас не меньше, чем весной. По последним данным, средняя толщина льда на водоемах Миярского городского округа 5-10 сантиметров. Этого недостаточно для безопасной зимней рыбалки. Наши местные жители, особенно Машгородок, очень любят озеро Тургаяк как место рыбалки. Мы знаем, что вкуснейшая рыба, вероятно, нашего региона в этом озере. Очень любят наши жители совершать прогулки по озеру Тургаяк. Хочу сказать, что это все преждевременно. Минимальная безопасная толщина льда для одного человека 7 сантиметров. При этом лед должен иметь голубовато-зеленый цвет. Белый, мутный лед даже при толщине 20 сантиметров очень непрочный. Тем не менее, многие миасцы не боятся гулять по льду даже в вечернее время, забывая и о том, что в городе полным ходом идет строительство ледяных городков. А лед для фигур вырезается из местных водоемов. Также есть места, где происходит сейчас, естественно, к Новому году, это вырубка льда. И там тоже есть небольшие нарушения. То есть нет ограждения. То есть любой проходят человек может провалиться под лед. Особенно в вечернее, в темное время суток. На озере Тургаяк ведется круглосуточное видеонаблюдение. Запись транслируется на два монитора. Но даже это не гарантирует того, что сотрудники МЧС успеют спасти провалившегося под лед человека. У нас есть система видеонаблюдения, которая является единственной пока еще в России, которая позволяет нам осуществлять контроль, надзор с применением системы видеонаблюдения. На сегодняшний день у нас средств спасения, как таковых, по тонкому льду, к сожалению, нет. Если вы все-таки провалились под лед, не нужно паниковать. Необходимо прежде всего позвать на помощь людей и освободиться от тяжелой одежды. Если же вы стали свидетелем того, как кто-то другой оказался в воде, первым вашим действием должен быть звонок в экстренную службу по номеру 112. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok